Всем привет! Как всегда, спасибо за то, что материально поддерживаете канал, за то, что пишите комментарии, за то, что мы вместе с вами любим рок-н-ролл. В широком смысле этого слова, включая джаз, фанк, соул, панк, индастриал, ноу-вэйв, нью-вэйв и все-все остальное. Все, что вот критики напридумывали, я имею ввиду название стилей. Ну, а я вам что хочу сказать? Я хочу сказать, что последние два дня я ходил по улице и напевал песню My Friend's Ten. Помните, да, группу Slate? Вот из пластинок. Англичанин, настоящий, блестящий, весь такой красивый, родной оригинальчик. Люблю, потому что эту группу и мне удивительно, знаете, когда люди, которые любят beatles, например, говорят, что Slate — это примитив, это гопническая музыка, это вообще хуже, чем ACDC. Ну, типа, вообще какая-то халява. Это очень странно. Я на этой почве даже в свое время разругался вдрызг с Колей Васиным. И разругались мы года три, наверное, не разговаривали. Потом опять заговорили. Как-то забылась эта штука. Но это очень странно, потому что Slate — это не я говорю, а говорили и писали неоднократно разные музыкальные обозреватели в Англии в свое время, что это прямые наследники группы The Beatles. И не то чтобы продолжатели дела, вот эта вот ерунда вся, какого дела, какие продолжатели, а по мелодике, по качеству песен это настолько великолепная группа, настолько она хороша. Это, ну, как это, скажут, вот Ривен там втирал про King Crimson, про Soft Machine там. Ну, это совершенно другая история. Я очень люблю рок-н-ролл. Я люблю The Rolling Stones. Все, наверное, про это уже знают. Я миллион раз про это говорил. Я люблю рок-н-ролл в широком смысле этого слова. А Slate — это группа, которая играет, играла, играет и будет, я надеюсь, в каком-то виде, в каком-то качестве играть тот самый корневой, абсолютно, но английский рок-н-ролл. Так же, как и Beatles. И чрезвычайно мелодично, чрезвычайно музыкально. С такими мелодическими находками, что, мама дорогая, просто я когда слушаю их музыку, думаю, вот это композиторы. Джим Ли и Нодди Холдер, в основном. Такие мелодии фантастические. И исполнение великолепное, аранжировки прекрасные для этой музыки, для рок-н-ролла. Конечно, нет никаких... Нужно быть идиотом, чтобы думать, что вот, раз они не играют как Yes или как Genesis, значит, они плохо играют. Они прекрасно играли, прекрасно играют. Аранжировки очень качественные, очень тонкие для этой музыки, очень тонкие, очень умные и очень профессиональные. Очень с музыкальной точки зрения, с композиторской точки зрения именно. Очень профессиональные и так все правильно, так все на своих местах. Каждый риф, каждый проход, каждый басовый проход, каждое разложение вокальное, гармонии вокальные, там бэк-вокалы, когда идут все так точно, все так здорово. Ну а вокал Нодди Холдера, это, конечно, особая статья. Это настолько интересный певец, настолько мощный, настолько харизматичный, простите меня за это слово, я его не люблю, вырвалось случайно, узнаваемый, заводной и такой широкий в исполнении, так широко он поет. Вот эти, кстати говоря, широкие мелодии, очень размашистые, широкие, без измельчения, без каких-то таких мелодических сложностей. Хотя мелодии достаточно сложные в исполнении, они широкие, как я уже сказал, размашистые, там петь, петь не перепеть это все, но все очень здорово, здолова, здолова, да, Микки Майлз. Все очень здорово. «Олдни и Боровы Тэнк Блю», пластинка 1974 года, вышла она в феврале 1974 и предзаказов было что-то такое, 170 тысяч, по-моему, уже предзаказов на альбом, который еще не вышел. И альбом тут же стал в Британии золотым, получил статус золотого, и недаром, потому что он очень хорош. Ну, все любители Слейда знают, наверное, что Дон Пауэлл, барабанщик, получил тяжелую травму перед записью этого альбома, попав в автокатастрофу, весь был переломан. Насколько весь переломан, я не знаю, я точного диагноза не знаю, но то, что у него было сотрясение, было состояние не очень хорошее, потому что он потерял обоняние, потерял вкус, потерял память частично, и ему пришлось на концертах восстанавливать свои партии барабанные для песен. В общем, короткая память осталась, когда ему показывали партии, которую он играл, он вспоминал и играл, потом забывал снова. Но ничего смешного в этом нет. Вспомнилось стихотворение какое детское, да, зато я нюхаю и слышу хорошо. Ну да. И на запись альбома он приходил еще на костылях, его усаживали на табуреточку, и он записывал свои замечательные барабанные партии. Все это не сказалось на качестве музыки, потому что настолько здесь все хорошо, настолько плотно, и какой-то музыкальный обозреватель написал, что Slate в 1974 году уже стала альбомной группой. Если раньше их альбомы выглядели как наборы песен, просто очень хороших, такой сборник синглов, сборник хитов, да, то это просто уже такая альбомная группа настоящая. Не то чтобы эта пластинка концептуальная? Нет, вовсе нет. Но она единая такая, она очень монолитно звучит, прямо вот от начала до конца. Ее слушаешь и наслаждаешься, и я вот My Friend's Ten, со второй стороны, я напиваю уже всю жизнь, я могу сказать. Просто иногда она уходит от меня далеко-далеко-далеко, а последние два дня я ее внутри себя кручу. Just Want A Little Beat, первая песня, единственный кавер на этом альбоме, Роско Гордон, по-моему, зовут автора этого произведения, песня 1959 года, сочинение. Группа, которая исполняла эту песню, я не помню, как называется, но славу, конечно, этому произведению принесла группа Slate. Just Want A Little Beat, начало, вот это когда начало, тихонечко играется на хай-хете, два такта, и потом врубается мощнейший, мощнейший гитарный звук, мощнейший такой гитарно-басово-ударный навал, взрыв. Какой навал? Такой вот гитарный общий аккорд большой и понесся определенно просто классический, в лучшем своем проявлении английский рок-н-ролл, который пришел из Америки, пришел от Джерри Ли Льюиса, от Чака Берри, вот оттуда, и трансформировался с помощью групп The Rolling Stones и Beatles в английский рок-н-ролл. И вот этот самый английский рок-н-ролл в идеальном своем варианте мы слышим Just Want A Little Beat, просто шедевральная, шедевральная какая-то, памятник рок-н-роллу, настоящий, настоящий просто монумент. И сразу делается хорошо, сразу, сразу начинается праздник. Пластинка с один сплошной праздник. И вообще вся музыка группы Slate это огромный праздник для, извините за выражение, меломана. Хотя многие скажут, что меломаны это те, которые слушают King Crimson. И дальше, дальше, дальше. Я тоже слушаю это все. Можете не считать меня меломаном, потому что я люблю группу Slate. Вот так вот, все хорошо. Ван де Лайтс Араут, второй номер, который поет Джим Ли. Единственная песня, которую поет здесь Ли. Холдер над ним иронизировал, говорил, что это певец еще тот, хотя спета очень, по-моему, здорово. Джим Ли, басист, он играет и на фортепиано, и на скрипке, и на бас-гитаре, и на гитаре, и поет, и самое главное, что сочиняет эти песни. Он вообще музыкально очень человек широкого профиля, одаренный, образованный, все умеет, и все у него получается. Очень хорошая песня, вот эта Ван де Лайтс Араут. Тоже, тоже вот с широкой мелодией, с такой Ван де Лайтс. Очень красиво. Ну, Май Таун, следующий номер. Мы готовы к драке, как всегда. Это мой город, вот этот свой город, и все вперед. Как сказать, это застольная песня, не застольная песня, но она очень боевая, очень красивая, очень хорошая. Find Yourself a Rainbow. Нетипичный для Слейда номер. Такой кабацкий, с фортепиано. Вот эта застольная песня, такая пивная. Вот сидеть за столом в хорошем пабе, или в хорошем баре, как, если по-русски говорить, с друзьями за кружкой пива, и слушать пианиста, который играет вот это Find Yourself a Rainbow. И подпевать ему в меру возможностей, в меру способностей. Очень классно. Miles out to see. Если все предыдущие песни с широкой гармонией, с широкой мелодией были, то вот эта вот, Miles out to see, она шире еще в три раза, чем все предыдущие песни вместе взяты. Она так спета холдером, что просто хочется раскрыть рот и внимать вот этому чудесному вокалу. Вокалу. Вот это замечательный, замечательный певец. И вот эта широченная песня, широченная мелодия, размашистая, разлетающаяся. Хотел сказать, растекающаяся. Если нет, растекающаяся, это уез. А это разлетающаяся фейерверком. Такая мелодия, просто кайф. А дальше две песни идут. Последняя на второй стороне и первая. Последняя на первой стороне и первая на второй. Вот это We Really Gonna Rise To Roof и Do We Still Do It. Это уже, я извиняюсь, просто настоящий хард-рок. Уж сколько я не люблю определения все эти, но чтобы было понятно, это тяжеляк тяжеляковый. И если песню Do We Still Do It со второй стороны сыграть с другими приспособлениями, с другими обработками, немножко ее осовременить, это будет просто какой-то спид-метал, хэви-метал, как угодно. Это можно, не знаю, это песня для Judas Priest, вообще, на самом деле. Вот это Do We Still Do It. Первая на второй стороне. Это такой скоростной металл. Просто Slate ее исполняют, как всегда, празднично, хотел сказать, хулиганский. Нет, здесь нет хулиганства вообще в этой пластинке. Здесь прекрасное музыкальное тонкое исполнение тяжелого, веселого, разудалого рок-н-ролла. Вот как можно сказать. А вот это самое У Я Рыли Гана Райс Туруф. Там звук, звук гитары и баса выстроен так, что это звучит, если не как Black Sabbath, то где-то рядом, по мощи, по тяжести. То есть это настолько просто тяжелороковая штука. И особенно, когда бас играет в унисон с гитарой, ходы, просто ух ты, какой накат, какой вал звука. Вот эти две песни, они, на мой взгляд, выделяются очень с всего набора остального, своей, именно какой-то дикой звуковой агрессии. How can it be? Очень красивая штука. Она начинается как кантри, как бы потом утяжеляется. И прекрасные бэк-вокалы. Вот как раз там гармония замечательная. Контрапунктом идут идут бэк-вокальные мелодии. Такие, точнее, одна мелодия. Там бэк-вокал поет одну, холдер поет одно, бэк-вокал поет другое. Ничего нового, но очень красиво. Don't Blind Me, песня единственная, которая мне не очень нравится. Дальше вот My Friend Sten, которая садится на ухо так, что ее не выковырять никак. И Everyday, фортепьяный номер, который сейчас Chandler выпустил синглом, а группа была против. Они считали, что эта песня вообще никуда. Не то, чтобы никуда, хорошая песня, но это не сингл для группы Slate. Однако, она стала дико популярной. Ее стали сравнивать с песней Yesterday группы The Beatles. Я бы их не сравнивал, потому что Everyday мне нравится больше, чем Yesterday, уж простите. Хотя я безумно люблю The Beatles. Но песню Yesterday я не люблю. А Everyday я с удовольствием слушаю. И она тоже, она такой приобретает размах к финалу. Так она разлетается с салютом, просто каким-то залпами орудий и сверкающими вот этими блестками в небе. Очень-очень красиво. Ну и под финал Good Time Girls. Я не скажу, что это большой какой-то шедевр, но это такой стопроцентный слейд. Закрывашка. Вот, хорошая, хорошая печать на альбоме. Принято. В общем, пластинка просто золотая во всех смыслах. И золотая она по моему восприятию, и золотая по своему статусу. Так что всем советую, рекомендую. И ничего не бойтесь, не стесняйтесь слушать слейд. Стесняться, это супер группа.